Давайте начнем. Сегодняшняя тема у нас сертификаты 2.0. Как использовать новые возможности. Как мы видим со стороны команды разработки, как мы видим со стороны департамента по продукту UDS, сертификаты это один из самых действенных инструментов маркетинга UDS. Это показывают и цифры, вы их можете увидеть на вебинарах наших уважаемых нитренцев. Вы это можете видеть в сторис у партнеров, у клиентов в инстаграме. Все чаще-чаще сертификаты мелькают в нашем инфополе. Мы со стороны команды разработки видим вот такой вот график. Это график, который показывает количество покупок с сертификатами. Видно, что в апреле 2020 года мы запустили и вот они растут все больше и больше и больше. И в конце прошлого года пошел еще более интенсивный рост. Видим, что сейчас он у нас к экспоненте стремится. Все больше и больше компаний создают сертификаты. Все больше и больше клиентов эти сертификаты получают и начинают использовать в своих покупках. И мы каждый день анализируем обратную связь и видим, что очень много обращений поступает к нам на саппорт с предложениями о том, что этот функционал нужно как-то улучшать. Этих предложений действительно было очень много и сертификаты были лидирующим запросом. Соответственно, появились приоритеты и мы этими задачами плотно занялись. Прямо сейчас мы подготовили довольно много изменений, но возможно что-то еще не так. Пожалуйста, вот сейчас, пока у нас есть возможность, напишите сюда в комментарии, что не так с сертификатами, что мы можем сделать лучше как разработчики, что мы можем улучшить, чтобы сертификаты работали еще более конверсионно, чтобы они еще больше подходили конкретно вашему бизнесу. Пожалуйста, пишите сюда. Мы обязательно позже остановимся, все это проработаем, вместе с экспертами ответим на вопросы и какие-то из задач, которые возьмем в работу. Возможно, после этого вебинара окажется, что часть из вот этих вот ваших предложений, они уже реализованы исправлены каким-то образом. 6 июня, то есть уже буквально через неделю, выйдет большое обновление сертификатов. Настолько большое, что мы вот про себя стали говорить, что это сертификат 2.0. Почему мы делаем большое обновление сертификатов? Первое. Мы работаем над развитием инструментов взаимодействия с клиентами. Мы считаем, что маркетинг должен быть персонифицированный, сегментированный, поэтому мы сделали функционал тегов, и мы видим, что компании, которые прямо сейчас используют теги, их много, их количество все время растет. Видно, что вот с апреля по мае буквально за месяц количество компаний увеличилось на 150. Это количество растет. И поскольку появляются теги, значит появляются сегменты, а с каждым сегментом нужна собственная стратегия как этого маркетинга. И мы понимаем, что сертификат как инструмент уже не хватает для того, чтобы работать с каждым сегментом по отдельности. Следующее. Сейчас будет небольшой спойлер такой. У нас в работе находится функционал RFM-анализа, функционал умной сегментации клиентов. Каждые две недели, каждый месяц EDS будет сам анализировать клиентскую базу и разбивать ее на сегменты. С каждым из сегментов мы будем рекомендовать, как с этим сегментом работать. Есть сегмент чемпионов, которые и так вам ходят, приносят много денег, им не нужно давать скидку, их нужно вовлекать в различные активности, мероприятия. В то же время есть клиенты, например, которые когда-то к вам приходили, давно и приносили много денег, а сейчас не ходят. В этом случае можно там подарить какие-то сертификаты. EDS будет в автоматическом режиме такие сегменты вам давать. Вы сможете с ними взаимодействовать через все наши инструменты. И опять-таки сегментов много. С каждым сегментом своя маркетинговая стратегия. И мы понимаем, что сертификаты нуждаются тоже в обновлении. И исходя из этого, мы подготовили очень большое обновление сертификатов. И сегодня вам расскажем о том, что нового, что у нас поменяется. И сегодня в этом мне помогают эксперты. Это участники департамента по продукту EDS. Вы, конечно, их все уже давно прекрасно знаете. Я прошу их сейчас подключиться сюда ко мне. Это Сесек Баханова и Юлия Рожакова. Мы вместе с ними посмотрим на все изменения. И эксперты помогут понять, как эти изменения могут влиять на маркетинг. Дадут какие-то практические советы. Может быть, мы поймем, что чего-то нам на будущее не хватает в нашем функционале. Сесек, привет. Привет. Меня слышно? Да, тебя слышно. Супер. Юля встречается. Я тоже здесь. Супер. Всем привет. Привет, привет. Мы сейчас с вами настраиваемся на супер конструктивную беседу. Я рассказываю о том, что меняется. Вы рассказываете, почему это хорошо или почему это плохо. Я не знаю. Как это можно использовать. Поехали. Что меняется? Первое, самое главное, было, чтобы использовать сертификат, нужно показать обычный код скидки из приложения. Как теперь работает? Чтобы использовать сертификат, нужно зайти на страницу сертификата, использовать код оттуда. Если использовать обычный код, то сертификат не спишется. То есть, вот вы видите, что у нас есть экран с кодом скидки, большой фиолетовый QR-код, есть отдельная страничка сертификата. Сейчас работает так, что ты показываешь вот этот большой код. Если у тебя есть сертификат, то сумма баллов, доступная к списанию, она учитывает и баллы, и номинал сертификата. Теперь, если ты показываешь код скидки, сертификат вообще не учитывается. Ты списываешь только баллы. Если ты хочешь списать номинал сертификата, то ты заходишь на страничку сертификата и показываешь QR-код сертификата. Почему это сделано? Потому что мы получали очень часто запросы о том, что клиенты неосознно используют сертификаты. То есть у него был сертификат, он, может быть, об этом не знал. Сертификат не стал причиной его посещения заведения. Таким образом, просто клиент случайно использовал сертификат, а предприниматель зря какую-то дополнительную скидку предоставлял. Теперь хочу передать слово экспертам. Юлия, Сесек, как думаете, что поменяется, как с этим дальше работать? И самый главный вопрос лично у меня, как правильно донести это до сотрудников, до клиентов, чтобы не было проблем на кассе с недопониманием? Сесек. Ты мне даешь право, да? Да, я потом. Да, это на самом деле очень крутое решение, потому что два года назад, как только появились сертификаты, в принципе, многие не понимали из персонала даже, зачем, ну, какие люди требуют сертификаты, да, а здесь уже будет целевое использование сертификата, будут люди приходить, ну, кому нужна скидка, и они знают, что у них есть этот сертификат, они его уже на странице сертификата сгенерируют. И это круто. И тогда мы можем реально говорить, что вот увеличилась прибыль благодаря вот этой вот маркетинговой акции по сертификатам. Я хочу еще сказать, что внешнее приложение все-таки же разделялся код скидки и код сертификата. И многих, и клиентов, и сотрудников компании вводила в ступор то, что, а зачем, как бы, есть какой-то отдельный QR-код сертификата, если его не надо показывать, то есть как будто такая бесполезная опция. Вот. Соответственно, не было понимания, клиент не понимал, что он использовал сертификат, списались его баллы, то есть он эту скидку получил или нет. Вот. Это вот самое такое, наверное, основное. Поэтому сейчас однозначно и глазами покупателя видно, что он конкретно сейчас участвует в какой-то акции, конкретная его выгода. Вот. И для предпринимателя, для компании это тоже интересно, потому что когда баллы смешивались, общее количество баллов, которое было у клиента и акция, получалась эта двойная скидка. Ну и, соответственно, ты продумывал либо акцию более такую скудную, тогда она не так привлекательна для клиента, либо же это предпринимателю не нравилось, что это какие-то у нас доп. издержки, да. То есть вот. Поэтому сейчас, мне кажется, это как раз и наша в том числе обратная связь, что это будет лучше работать теперь. Да, спасибо большое. Все, что мы сегодня показываем, сделано по обратной связи. Департаментного продукта, все партнеры, все клиенты, которые пишут нам на саппорт, заполняют специальную форму обратной связи. Все это, все эти идеи взяты оттуда. И они взяты именно потому, что это была максимально массовая обратная связь. Здесь есть комментарии в чате. Лариса Пашовская пишет, что это правильное решение, но результат по сертификатам сейчас сильно упадет. Можно я его прокомментирую? Мне кажется, что результат не упадет. Мы чистим статистику, по сути. Результат какой был, такой будет. Просто статистика будет более чистая, целевая. Да, можно прокомментирую. Тоже меня привлек комментарий Ларисы. Да, я тоже прогнозирую, что в моменте упадет сертификат, но в то же время и по скидке наши клиенты не будут терять очень много неосознанного использования, что сейчас было. Поэтому именно с отдельным QR-кодом на странице сертификата сейчас есть крутая возможность уже учить пользователя правильно пользоваться сертификатами, осознанно. И тогда вот эта механика, она реально будет помогать увеличивать конверсию по сертификатам. А до этого мы не могли сказать, насколько сертификаты помогли. Согласен. Вижу, что потенциальная проблема еще в том, что клиент может не узнать о том, что есть сертификат. Сергей Панов пишет, что в приложении кассиру нужно добавить информацию о наличии сертификата у клиента, чтобы сотрудник видел и мог влиять на его использование. Хочу сказать, что такая задача есть. И я думаю, что мы ее сделаем. Но она, как обычно, конкурирует с другими задачами. То есть пока задач действительно очень много. Они касаются и авторизации маркетинга. Или, например, нам пишут клиенты из стран СНГ, просят в веб-версии страниц компании давать авторизацию через соцсети, например, чтобы избежать проблемы звонков. Эти проблемы все конкурируют. Я думаю, что мы доберемся. В ближайшее время обязательно сделаем приложение кассира, информацию о наличии сертификата тоже. Со стороны мобильного приложения вижу, что наша цель сделать сертификаты более заметными. В планах это тоже есть. Буквально вчера мы с дизайнерами обсуждали переработку главной нашей вкладочки с QR-кодом фиолетовой. Мы хотим, чтобы под QR-кодом выводился список всех моих баллов и сертификатов. То есть даже если человек по-старому пытается работать с приложением, открывает код скидки, то он видит, что у него внизу есть баллы, у него внизу есть сертификат. Таким образом мы сможем эту проблему решить. В общем, максимально будем привлекать внимание к сертификатам со стороны разработки тоже. Сережа, я вот сейчас поймала себя на мысли, что мы не сказали еще один из самых главных преимуществ данного изменения, когда у клиентами тратились баллы вслепую. То есть они даже не знали, что у них есть сертификат. То есть их не данный сертификат стимулировал, а стандартная покупка. Соответственно, клиент и так бы пришел, он и так пришел, а скидку получил больше. Это тоже отражает, мы видели это в статистике, что просмотров меньше, чем количество использований. Вот сейчас однозначно это изменится, выровняется. Это вот та самая чистенькая статистика. Очень здорово. Да, давайте пойдем дальше, потому что есть много связанных изменений. Следующее было. Клиент может держать на руках только один сертификат вашей компании. Стало так, что клиент может держать на руках сколько угодно сертификат вашей компании. Естественно, тратить он может только один сертификат, потому что, чтобы потратить сертификат, нужно на его страницу зайти. А ты при оплате можешь, при покупке можешь потратить либо только сертификат, либо только баллы. То есть держать можно сколько угодно сертификатов, а расплатиться только одним сертификатом. И важный момент, у клиента не может быть два одинаковых сертификата. То есть, если сертификат раздается через кросс-маркетинг или раздается автоматически, то при наличии точно такой сертификат себе еще раз не упадет. Что поменялось, давайте обсудим. Насколько я знаю, есть какие-то маркетинговые стандартные механики во внедрении, которые основывались на том, что сертификат может быть только один. И при проектировании этого изменения мы получили опасения со стороны сообщества, что придется много что переделывать. Расскажите, есть ли какие-то проблемы с этим? Ну, давай, наверное, тогда. Я не вижу здесь сейчас каких-то опасений. Наоборот, у клиента на руках разные стимуляции. То есть, его компания мотивирует со всех сторон, потому что мы не знаем до конца поведения клиента. То есть, может быть, он действительно делал покупку сейчас у соседа, и именно там покупка являлась поводом, чтобы и о нашей компании напомнить. И он получил по кроссу этот сертификат. И здорово, что если он его вернет в компанию, а если же и одновременно, а может быть, там компания запустила и какой-то еще дала сертификат на конкретный там короткий период времени, но там большее количество баллов, и его вот смотивирует это предложение. И это здорово. То есть, когда тоже у клиента такой веер, да, и он такой видит, что ух ты, могу вот так, вот так, вот так. И он сам просчитывает тогда свою покупку и свою выгоду. И как это мы говорим, да, что-то из этого выстрелит. Ну, то есть, какой-то триггер здесь сработает. Потому что, по сути же, мы простраиваем здесь вот эти триггерные цепочки. Поэтому хорошо, что их не одна, а одновременно несколько. Вот. Так что здесь я просто думаю, что чем больше вот такой аналитики у предпринимателя и тестирования вот этих всех цепочек, да, тем быстрее он найдет то, что работает конкретно с его аудиторией, просто это будет повторять. Так что вот эта отличная механика, она просто ускорит все тестирования и ускорит понимание. То есть, ну, чтобы мы вот это все понимание получили. Вот. Поэтому очень-очень круто, что это в обновлении будет. Да, еще дополню, Юля. То, что раньше садился один сертификат, и, ну, невозможно было еще получить. Здесь увеличивается конверсия по кросс-маркетингу, да, и можно будет посмотреть. Это же как касание-касание. Если вот он, как Юля сказала, веер сертификатов наберет, он в любом случае только за одну покупку может потратить, да, чтобы еще использовать сертификат, соответственно, это вторая покупка должна. Только может он будет стоять и все сертификаты спишет, да, и сделает покупок столько, сколько у него сертификатов. Или там у него уже будет выбор по наличию баллов, да, по количеству баллов. Поэтому это вот для того, чтобы как можно быстрее прогреть покупателя на покупку. Класс. Я, с той точки зрения, даже не думал, что есть веер сертификатов, что можно всякие там тесты проводить по визуалу. Ну, вот, на том и в департаменте. Очень интересно. Да, мы видим, что очень много вопросов по сертификатам. Чуть позже на все вопросы ответим. Пока движемся дальше к следующему изменению. Что было раньше? Мы получали вопрос по ситуации с тем, что клиент может получать один и тот же сертификат по кругу при каждой покупке. То есть, если в компании настроено правило выдачи сертификата при покупке определенной суммы, клиент покупает какую-то сумму, использует сертификат, получает его снова и постоянно ходит с одним и тем же сертификатом. Для кого-то это окей, так выстроен маркетинг, клиент возвращается, и ладно, и хорошо. Для кого-то это не окей, потому что там сертификат существенный, скидку дает. Что меняется? Теперь для каждого сертификата можно будет настроить, может ли этот сертификат выдаваться повторно. Сейчас прям покажу даже, как это выглядит. Вот смотрите, страничка создания сертификата, и появляется у нас на страничке галочка «Выдавать один раз». Если эта галочка стоит, то при повторном выполнении условия по кросс-маркетингу или при покупке в этой же компании сертификат при повторной покупке не выдастся. Максимально гибко. Кому как нужно, так и использовать. Юлия Сесек, расскажите, почему это круто, как это можно использовать? Как вообще вы рекомендуете? Нужна галочка, не нужна? Если, смотри, я бы данную настройку использовала сейчас при разной группе выдачи клиентов. То есть, если у нас, к примеру, тот сейчас сегментированный анализ, который вот в обновлении ближайших выйдет, мы его уже тестируем, мы его знаем, да, RFM-анализ, о котором тоже сегодня говорил, и там вот есть такие разные группы, кормильцы, лояльные, постоянные, и есть там спящие, заснувшие, потерянные, да, клиенты. То вот как раз таки с теми группами, которые и так ходят, то есть они возвращаются, у них выше среднего этот показатель, да, кратность покупок, то им нет необходимости зацикливать здесь сертификат. То есть мы, они и так имеют большую лояльность, потому что, скорее всего, эти клиенты уже находятся на повышенных статусах карт, у них максимальный кэшбэк, и плюс у них вот иногда мы им какие-то вот такие плюшки накидываем, но достаточно один раз, то есть у них такую акцию они словили, пришли, она сработала еще на них, и все супер. А вот для тех групп, которые, они такие полумертвые, вот здесь я бы как раз именно зациклила этот сертификат, чтобы он выдавался каждый раз, каждый раз, каждый раз, потому что это создаст большую для него ценность и выгоду, и этого клиента мы все-таки тогда, ну, больше вероятности, что он перейдет вот в другую группу. Поэтому вот здесь как раз проявляется гибкость работы с определенным сегментом базы. Я вижу вот данное изменение здесь нам поможет. Ну, для меня это изменение пусть будет, для меня вот как бы роли особо не сыграло, но, возможно, я просто пока не понимаю механику до конца, а мне нужно протестировать, и тогда я могу прокомментировать уже с результатами. А так, ну, да, вот как Юля сказала, все верно. Кому-то и не нужно выдавать, потому что они уже хотят, потому согласны. Пусть будет. Хорошо. Очень здорово, что мне, честно, откликнулось то, что сказала Юля. Галочка, она не должна там у всех работать одинаково. Есть разные сценарии, есть разные клиенты. Для всех нужно делать по-разному. Так, все вопросы видим, на все вопросы ответим. Двигаемся дальше. Что важного появляется еще? Было. На день рождения можно автоматически дарить только баллы, но для этих баллов нельзя настроить сгорание через несколько дней. Вот. Что появляется теперь? Теперь, наконец-то, на день рождения можно подарить сертификат. Сертификат, в отличие от баллов, может быть красивое обновление, сочная картинка какая-то. И сертификат может сгорать через несколько дней, как настроить, через столько дней, через сколько нужно. Мы знаем, что это очень давно просили наши клиенты. Мы знаем, что для реализации этой механики с баллами сейчас используются сторонние сервисы. Мы считаем, что это не очень экологичная история. И поэтому мы решили масштабировать функционал сертификатов именно до этой возможности. В настройках программы лояльности, чтобы и новые клиенты, и партнеры, которые не видят этот вебинар, чтобы все знали, мы в настройках программы лояльности добавляем вот такой вот блок рядом с настройкой баллов ко дню рождения, что теперь можно добавлять сертификат на день рождения. Это точно такой же сертификат. У него тоже есть номинал, у него есть описание, у него есть картиночка. Мы надеемся, что это будет более конверсионный, более приятный инструмент для самих клиентов. Тут прям вот хочется, знаешь, быстрее сказать восторг. Это, наверное, одно из самых сейчас долгожданных изменений. Потому что было два крупных недостатка таких в прежней механике. Это первое, что не было возможности отправить открытку. Это стандартный, классический, на клиентском опыте ожидаемый вариант, когда тебе открытку дарят на день рождения. И мы ее можем теперь сделать здесь в приложении электронную, яркую, красочную. То есть это первое, что вызовет эмоции. Ты ее можешь брендировать, поставить логотип на это изображение. То есть придет это действительно не просто текст, а придет красивая открытка. Кроме этого, второй был существенный недостаток. Это, конечно же, невозможность. То есть баллы токсично накапливались. Чем больше у тебя ты работаешь с UDS, твоя компания, тем больше у тебя клиенты токсично накапливают баллы, которые, допустим, не израсходовались никогда. И у тебя там и первый год начислились, и второй, и третий, они на балансе висят. Ну, как-то тоже это не очень хорошо. И мы, конечно же, третье, это, наверное, самое главное, мы не понимали, как работает данная акция. Мы не понимали, как лояльность, которую проявляет компания в день рождения, имениннику, как она срабатывает. То есть не было вот той классической истории с отчетом, как вот есть по сертификату, где мы видим, как акция данная принесла, какой результат. И здесь мы будем понимать, вот у нас в этом месяце такое-то количество именинников, вот сколько отправилось сертификатов, вот кто дошел, какая сумма от именинников мы ее получили, да, и как это, ну, как улучшать, может быть, потом этот результат. Вот, поэтому за данные изменения огромное спасибо. Это бомба. Я добавлю, повторюсь, но это реально самая крутая долгожданная функция, потому что многие запрашивали, у меня через неделю будет день рождения, и мне уже вот с сегодняшнего дня по всем, наверное, сейчас 12 часовым поясам будет приходить баллы, и я, кстати, сразу вижу, у кого не стоит срок сгорания. Прямо вот видно, сколько у меня баллов накопилось в этих компаниях, и это, конечно же, минус для компаний. Но мне-то, конечно, плюс. Я там по 2-3 года не хожу, допустим, ну, в городах других, да, в компании. А здесь, когда у меня будет дедлайн, да, что вот за неделю нужно сходить, за месяц нужно сходить, потратить эти бонусные, я представляю, как это вообще на всех пользователей будет отражаться, и насколько это будет увеличивать прибыль нашим клиентам, потому что это будет не просто поздравляшка, да, которая, ну, пролетела, потому что по сертификату приходит 2 пушки уведомления, да, в момент получения и в момент за сутки до сгорания. Правильно же, Сергей? Да, да, все правильно. 2 пушки, а здесь на день рождения мы просто получаем, и а что в день рождения? Суета, праздник, и мы забыли, да, все. А здесь будет 2 напоминания в момент получения и перед сгоранием. Поэтому это вообще суперкрутое обновление, и как раз 6 июня выйдет, я всем, ну, тут мои, наверное, клиенты тоже сидят, и по нашему городу мы это анонсируем, мы уже анонсируем, чтобы они поскорее делали сертификаты, чтобы, ну, уже протестировать на себе, 7 июня получить. Вот, я вас очень благодарю за вот этот функционал, прямо его все ждали. Еще даже сертификатов не было, да, и вот здесь вот, когда появился сертификат, и вот это решение на день рождения, прямо, прямо это новый какой-то виток даст нашему. Мы даже не мечтали о таком, мы хотя бы просто выпрашивали, чтобы у баллов был срок жизни, а тут нам еще это все и сертификатом сделали, и с картинкой, и потом со статистикой. В общем, выше ожиданий. Смотрите, там есть вопрос, Лариса Пашаская спрашивает, на день рождения будут и баллы, и сертификат, или только что-то одно? Только что-то одно. То есть мы там на уровне кода понимаем, что дарить то и другое нецелесообразно, поэтому либо даришь сертификат, либо даришь баллы. И вот у меня есть вопрос, наверное, Юль, СССР, к вам. В текущих, в новых реалиях, когда у нас есть сертификат на день рождения, а насколько вообще целесообразно дарить баллы на день рождения? Есть ли какие-то кейсы, какие-то сценарии, когда нужно все-таки баллы дарить, а не сертификаты? Мне кажется, баллы на день рождения, они уже настолько незаметны для самого пользователя. Это транзитом проходит и незамеченные. Просто могут обратить внимание на поздравления, ответить, поблагодарить при хорошем таком раскладе. Отлично, когда они пришли и потратили. Но это хорошее количество баллов должно, поэтому и у многих компаний, ну, допустим, я сама люблю ходить туда, где максимальное количество списаний есть, ну, в процентном случае, до 50, до 100 процентов. Но тогда они ограничены по, ну, вот именно по подаркам, да, на день рождения, там, допустим, 100 баллов. И мы всегда сидим, когда начинаем внедрять ЮДС, и сидим, учитываем вот эти подарочные, там, на день рождения баллы. Они вот всегда вот сзади вот так вот, так, эти же еще баллы. Мы не можем на входе много подарить, потому что на день рождения. А давайте еще срок сгорания поставим, вот минимум. Потому что, ну, за два года накопят, просто так, придут, спишут в ноль, да. А когда вот это решение в сертификате дарить на день рождения баллы, ну, это просто супер, ограничения на месяц максимум подставил, все. И мы таким образом обезопасили клиента от огромных затрат, наверное. И сдержек дополнительно, да. То есть компания спокойнее. В общем, ответ нет, Сереж, не требуется. По нашему мнению, для тех, кто сейчас в эфире, не требуются баллы. Вот, кстати, и сама же культура, подарочный сертификат, она очень тесно в стереотипе мышления покупателя, связанной именно с праздниками, с днем рождения, да. То есть как раз подарочный сертификат, а не баллы. Здесь есть другое мнение в чате, что если бизнес низкорепотребляемый, то в этом случае имеет смысл все-таки дарить баллы, таким образом напоминать о себе. Вот, и все-таки баллы, которые разбирают. А когда проблему поставить тогда на день рождения 3 месяца срок в низкорепотребляемом сертификату? То есть дать просто больше срок и большее количество баллов. Ну, в общем, нужно тестировать, да, сейчас мы можем только все предполагать. Я люблю сразу все делать, поэтому давайте сделаем, а потом еще встретимся и замеримся. И еще хотела, тут у меня тоже где-то я прочитала, это я прочитала, я хотела ответить. Ладно. Ну, это намного лучше, однозначно. Ну, кому нужны будут баллы, все равно мы увидим, те, кто дарит еще баллы, они как бы еще не в курсе за подарочные сертификаты. Это тоже такой фильм будет. Да, мы тоже в ответ на реплики в часть, мы понимаем, что клиент сейчас не всегда видит общую сумму бонусов, баллы плюс сертификат. Мы понимаем, что на странице компании сейчас не показывают сертификат. Мы знаем эту проблему, мы ее будем решать. Вот, сейчас у нас в работе концепт страницы компании, и там обязательно будет акцент на сертификат, если сертификат имеется в наличии. И в списке компаний мы тоже будем показывать, что у компании есть сертификат, его можно потратить. СССР? Я вспомнила вопрос, хотела задать тебе, Сергей, вот по сертификату на день рождения, там такая же будет стандартная аналитика, как вот сейчас есть, да? Да, на самом деле. Да, мы раньше не могли понять, вот 100 подарочных там или 200, кто подарил, насколько они вот именно их это замотивировало пойти потратить, да? А не просто так вот, что вот тоже, как раньше сертификаты получали, по сертификату они пришли или так и так пришли. А здесь будет замерена конверсия именно по подарочным, поэтому здесь аналогично сплошные плюсы. Да, идем в сторону дата драйвинг, не только разработки, но и дата драйвинг маркетинга. Все, будем показывать, что и как работает. У нас на статистику, на автоматизацию маркетинга сейчас выделено отдельное направление в разработке, отдельная команда, ребят занимаются только этим, вот, и в ближайшее время, кроме этого, обновлений будет еще много-много всего интересного. Такое слово новое у нас в лексиконе, дата драйвинг. Надо запомнить теперь. На разработке оно такое уже попсовое, но вот в маркетинг, наверное, да, будет прикольно. Сергей Панов говорит, Сергей правильно понимает, на странице компании клиент увидит вытаскиванный сертификат. Пока нет, но эта задача будет делаться в ближайшее время. Мы считаем, что это важно и будем это дорабатывать. Сертификат на день рождения будет использован как один из четырех доступных, бесплатный или дополнительный. Да, сейчас дальше перейдем как раз к этому вопросу. Что было? На тарифе PRO у нас было четыре сертификата. С 6 июня на тарифе PRO становится восемь сертификатов. Мы понимаем, что сейчас наши клиенты используют много тегов, работают с сегментами отдельно. Скоро будет автоматическая сегментация RFM-анализ. Появляются новые механики. У нас появился не так давно сертификат, который по ссылке раздается. Сейчас у нас появляется сертификат на день рождения, и поэтому у нас теперь восемь сертификатов на тарифе PRO, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь сертификатами, возвращайте своих клиентов, радуйте клиентов. Будем только рады. И для нас, как для разработчиков, будет очень хорошим KPI, если компании будут все восемь сертификатов использовать для разных механик, для разных сегментов. Мы обязательно сертификаты, сегментацию будем дорабатывать, чтобы эти механики можно было более гибко раскатывать. Можно я поделюсь, да, уже все, да? Мне тут уже не терпится. Было четыре сертификата, вообще до этого было три, да? Сразу, по-моему, давали. В твердой давали посылки, тоже супер инструмент. Но расскажу, как мы выкручивались с тремя сертификатами, когда у нас были всякие кросс-маркетинги, потом еще конкурсы было. Мы даже вот эту сетку делали, исходя из трех сертификатов, что можно раздавать, да? Я своим клиентам дала такую механику по раздаче. Вы тоже можете сейчас ее взять, благо сейчас будет восемь. Мы первый сертификат создавали для покупателей, которые ноль покупку сделали, да, чтобы отсегментировать их, подогреть и посмотреть, насколько мы их вообще смотивировали. Потом второй сертификат – это вручную. Делали одну-две покупки, раздавали. И потом от двух и более покупок тоже раздавали. И таким образом мы уже сегментировали всех покупателей, да, и смотрели, сколько раздалось, сколько посмотрело, и потом уже конверсию смотрели по исчению сертификата. Но когда нужны были сертификаты, мы же их вручную раздали, мы их завершали, потому что они уже разданы, они уже у них сидят, и все. Ну, такой лайфхак, кому даже восемь мало будет. Можно будет вручную раздавать в своей базе и завершить. Они будут у вас в работе сидеть. Да, я вот тоже как раз присоединюсь. Лайфхаки всякие, да. Здесь не про то, что как систему обойти, потому что я знаю, что сейчас ребята готовят и дополнительные, то есть сверх пакета возможности, если у тебя огромная база, у тебя очень много сегментов, которые ты глубоко хочешь проработать, да. Мы же знаем, что у нас в UDS есть компании, у которых клиентские базы от 50 до 300 тысяч клиентов. Соответственно, там более глубокая, да, будет сетка, и там кому-то и восемь мало. Без проблем, количество одновременно работающих сертификатов, их можно докупить в компании, то есть написать саппорт, и это небольшие деньги какие-то, да, которые можно расширить эту возможность. Но если мы говорим о том, как обходиться стандартным, вот сейчас пакетом, например, восемь штук, то лучше всего создавать просто такую сетку-медиаплан по активностям в какой-нибудь табличке, потому что мы говорим, что восемь штук работают одновременно, то есть они в работе одновременно, а не за какой-то там период времени. Поэтому если мы срок жизни сертификата даем, допустим, одна неделя или две недели, то мы за месяц можем провести и 16, и 24 активности, да, то есть гораздо больше можем успеть сделать с вот этим количеством сертификатов на борту. Поэтому мне кажется, мой сейчас такой призыв будет предпринимателям, которые вот сейчас с нами работают, или топ-менеджерам, кто обслуживает, например, админки, да, то есть может быть маркетологи, самоспециалисты. Вот берите просто и вот займитесь творчеством, то есть попробуйте, потестируйте все механики, все группы клиентов, любое количество баллов, маленькое, большое, вот, проведите эти эксперименты, и вы поймете, как это, насколько это драйвово, интересно, и от этого потом просто такое уже получаешь удовольствие от работы с клиентами. Как главное, вовлекается предприниматель. У меня, когда мы вот эти механики делали, на инструментариум давали, я вижу, как они реально стали раздавать их, эти сертификаты прилетают, и потом они пошли дальше, начали выделять, сегментировать топчиков своих, которые много денег оставляют. Я такая, ого, прикольно. И смотрю, и реально люди приходят, тратят еще больше денег, потому что им там повышенные баллы по сертификату подарили, а это уже, ну, постоянная аудитория, они уже залоялены, а тут еще и бонусы. Поэтому, ну, это круто, когда ты вовлекаешь через сертификаты в работу UDS, в админ-консоль, элементарно смотреть статистику, они прямо, я говорю, и это все бесплатно. Вы бесплатно привлекаете своих клиентов. Это что может, а как еще может быть лучше? По поводу, вот у Ларисы такой вопрос, возможность использования сертификатов только в одном филиале. Вот спасибо за функционал тегов, кто пропустил тот наш самый тоже воркшоп, вот такой же, да, как сейчас. Посмотрите тот вебинар. И теперь у нас есть возможность работать с любым сегментом клиентов, с любыми характеристиками, которые мы им сами задали. То есть если нам важно сейчас базу разгруппировать по филиалам, то тогда мы создаем теги и присваиваем им либо через учетную систему, либо руками, да, при проведении операции в UDS-кассир. И мы потом дальше, тогда у нас, вот, пожалуйста, разворачивается возможность отправлять сертификаты по конкретному тегу. Значит, например, если у вас тег филиал на Новороссийской, да, то вы отправляете только этим клиентам. Так что теперь такая возможность есть. Я дополню тоже, раз мы все-таки сотронули тему тегов и филиалов. Очень большой вопрос. Мы с ним тоже довольно давно бьемся. Как сделать механики с фильтрами по филиалам, как сделать сегментацию, там, пуши по филиалам и так далее. Мы пытались найти довольно простое какое-нибудь решение, но мы понимаем, что даже сейчас очень многие компании, в которых хорошо внедрен продукт, не всегда есть связка сотрудник-филиал. Мы понимаем, что во всех интеграциях там связка с филиалами выстроена по-разному. Эта проблема настолько комплексная, что сейчас, если мы начнем ее решать, мы потратим очень много ресурсов, которые можно, например, потратить на такие задачи, как сертификат на день рождения, например. И с учетом удельной полезности на время разработки, все такие задачи, которые касаются инструментов маркетинга, они побеждают пока. Мы ищем, мы думаем, как нам сделать такие механики работать с филиалами, которые будут подходить большинству компаний, пока мы в процессе поиска решения. Был вопрос по тарифу Lite. На тарифе Lite пока остается все так же один филиал. Тариф Lite мы на тарифе Lite также не будет доступен сертификат на день рождения. По аналогии с баллами на день рождения, которые сейчас тоже недоступны на тарифе Lite, мы воспринимаем тариф Lite как такой дегустационный тариф, при помощи которого предприниматель может попробовать все возможности, понять, что UDS работает, и перейти на тариф Pro. Давайте пока пойдем дальше, потому что это еще не все, о чем мы хотели рассказать. Это начало. Мы продолжаем работать над развитием функционала сертификатов, и еще один вопрос, который постоянно фигурирует в вопросах техническую поддержку, это проект сделать отдельный процент списания у каждого сертификата. Это функционал еще не готов. Мы это пока не выпускаем, но мы этот вопрос уже прорабатываем. Мы думаем, как это сделать, мы рассчитываем все риски в интеграциях, мы пытаемся сделать так, чтобы это стабильно работало со всеми текущими интеграциями и не требовало переинтеграции. Я надеюсь, что в ближайшее время мы до этого функционала тоже доберемся. Это сейчас в фокусе. Мы знаем, что тоже очень много механик можно делать именно с вот такой историей, с отдельным процентом у каждого сертификата, и в ближайшее время это будет. Одна из причин, почему мы разделили опять-таки код скидки и код сертификата, потому что это позволит нам делать отдельный процент списания без сложной, непонятной логики, как для сотрудника, так как для клиента, сколько именно, какую скидку я смогу получить, там 30 или 100 процентов, если я спешу и баллый сертификат. Теперь процесс получения скидки становится более прозрачным. И сейчас мы в процессе детальной проработки, как будет настраиваться, как это все будет работать с интеграцией. Вот Юля, может по этой теме тоже есть что добавить? Да, мы самые, наверное, такие большие попрошайки данного, данного, вот этого удобства, да, потому что мы видим, как тоже тут могут измениться потом отношения у бизнеса с клиентами, допустим, тот же, например, сертификат, который для дня рождения, иногда хочется имениннику абсолютно бесплатно и без всяких там процентов скидки, а просто подарить какой-то подарок. И, соответственно, мы можем вшить, к примеру, там услуга, допустим, там макияж, да, в подарок там в салоне красоты. Макияж там стоит, например, дневной макияж, там 2500 рублей. То я начисляю тогда в день рождения именно 2500 баллов, им можно погасить полностью именно макияж, и никаких вопросов не возникает. То есть это вау-эффект у клиента, это гибкость для компании, и мы, конечно, ждем, да, данные, данные изменения. Ну и также, конечно же, для привлечения новых клиентов обычно планируется вот в кросс-маркетинге, хочется дать, например, для тест-драйва, чтобы клиент первый раз пришел и твою компанию потестил, ты хочешь ему просто подарить на входе что-то бесплатное, и у тебя этот сертификат позволяет, например, обменять на конкретный там товар или услугу, то есть какое-то оцененное предложение в стоимости и полностью его получить бесплатно. Но такой возможности не будет у твоей остальной группы клиентов, которые так у тебя покупают уже, то есть это для знакомства с твоим бизнесом. Вот, так что однозначно это нужно, мы, конечно же, понимаем, что все идет поэтапно, вот, и сейчас поработаем, протестим то, что вы сейчас уже выкатываете, то есть иначе бы, если бы сейчас уже это было готово, вот на данном моменте, мы бы все просто захлебнулись, да, от количества изменений, поэтому нам есть чем заняться, если это там вопрос, например, одного, двух, трех месяцев, неважно, то мы поработаем с тем, что есть. Я тоже прокомментирую, это, ну, тоже крутой инструмент будет, но его сейчас нет, и я вообще привыкла работать с тем, что есть, да, это, это, супер, мега полезная будет фича, это же фича же, да, фича, да, но работайте, что есть, вот я всегда говорю, не надо там ждать, вот, когда это доделается, да, что-то в иллюзии уходить, я говорю, вот по факту есть у нас сейчас четыре сертификата, работаем с четырьмя, окей, слава богу, они есть, да, появится, круто, давайте вот сейчас, дальше какая новость, Сергей. А то сидят, ничего не делают, им потом сравнивать не с чем будет. Да, 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 потому круто, когда ты работал, как говорится, без каких-то инструментов, да, а тебе еще такие потом дали, ну, ты вообще идеально, просто уже level up. очень круто, спасибо за дополнительные механики, о которых рассказали, очень, очень круто. Давайте зафиксируемся по тому, что у нас было. Вот этот функционал, отдельный процесс списания у каждого сертификата, этого пока нет, а все, что мы до этого рассказывали, это увеличение на тарифе про до восьми, это отдельный код списания баллов и сертификата, это, настройка, которая запрещает повторную выдачу, вот это вот все у нас должно выйти в общий доступ 6 июня, то есть уже через неделю все эти возможности будут доступны. Сегодня мы вышли в эфир, чтобы вам об этом рассказать, чтобы вы рассказали это своим клиентам, чтобы вы рассказали это своим партнерам, чтобы вы успели внедрить там соответствующие скрипты какие-то в компаниях, и чтобы этот функционал сразу работал. Пожалуйста, расскажите об этом всем своим друзьям, всем компаниям, о том, что теперь можно раздавать сертификат на день рождения вместо баллов. Мы пришли к выводу, что это практически для всех бизнесов нужно сделать, что нужно вместо рассылки баллов делать рассылку сертификатов на день рождения, нужно, чтобы все клиенты 6 июня зашли в EDS админ в конце и настроили сертификат, сделали красивый классный дизайн, чтобы клиенты получали классное поздравление с днем рождения. 6 июня большое обновление, всех приглашаем пользоваться новым функционалом. Сейчас у нас оставилось время как раз для того, чтобы ответить на все вопросы. Если какие-то вопросы не озвучены, пожалуйста, пишите в чат, и мы сейчас вместе с ССЭК, вместе с Юлей на все вопросы ответим. Давайте пойдем сверху. Пока там как раз все вопросики, кто-то там еще дописывает, хотя их уже очень много в чате, я даже боюсь, что мы сегодня все не переработаем. Я немножко такие еще тоже хочу дать общие рекомендации по работе с сертификатами. Первое, я понимаю, что не все у нас предприниматели сейчас осознают, насколько данный вот этот функционал, он, насколько в нем зарыто, во-первых, там денег, возможностей и удовольствия от ведения бизнеса, потому что я знаю, давайте возьмем среднестатистический какой-нибудь бизнес у нас, у которого в среднем клиентская база 5000 пользователей, да, вот представьте, кто-то берет просто говорит, давайте посчитаем, а сколько выпустить 5000 сертификатов в тираж, согласитесь, сертификаты это не листовка, ты их бы не печатал на какой-то самой там супертонкой мелованной бумаге, ты бы его делал каким-то красивым, интересным, тактильным, да, и это был бы очень, а сейчас я вообще молчу про цены на печать, это раз, то есть ты просто даже, чтобы выдать своим клиентам или разным группам и по нескольку раз это количество сертификатов, это безумные тиражи и безумные деньги, это первое, второе, это не самая большая проблема, проблема это все еще и раздать своим клиентам, вот, и вот здесь тоже вопросики, поэтому, когда некоторые, ой, там какие-то сертификаты есть, UDS, я говорю, задумайтесь и посмотрите, просто вы еще не осознаете, до конца, что это может вам дать, проведите аналогию с аналоговыми такими решениями и вы поймете, как это круто, вот, это первое, второе, кроме стандартных каких-то просто взаимодействий с сертификатами можно делать столько вовлечения, потому что я тоже замечаю иногда, что как программа механично, даже купи, купи, вот контент весь идет от бизнеса, вот купи просто, понимаете, а от этого я вот всегда говорю, база может изнасиловаться, да, ты просто потеряешь внимание своей аудитории, и она ничего не, она уже слепая будет, ничего не будет, не видеть от тебя, не слышать, поэтому какие-то игровые механики могут спасти вот это, ну, как бы внимание, да, сохранить внимание твоего клиента, и можно всякие делать квесты, то есть сейчас есть сертификат по ссылке, то есть там пройди какой-то квест, ответь на какие-то вопросы, пройди, пожалуйста, опрос, например, на МЛТВ посчитать или еще что-то, и через вовлечение потом по ссылке дарить сертификат. Кто-то даже, я видела, был такой пример, когда распечатали по ссылке QR-код, вот сертификат, и в торговом зале в магазине спрятали их, и клиентам сделали пуш-уведомление, которое говорит, придите и найдите, вот просто походите у нас по магазину и найдите, то есть мы там, не знаю, 10 сертификатов раскидали в товарах наших, да, вот найдите, кто найдет, вам подарок, вот забирайте. Можно даже пойти дальше и, например, вшить его в какую-нибудь вещь, да, да, в куртку, спарал шок, достал картонку и смотришь, есть ли там QR-код на рублей. Это же, знаешь, про сарафанное радио легенда какая, что, откуда там это пошло, чтобы вот эту механику разжечь, один предприниматель, портной, у них фишка была, они монетку зашивали в карман пиджака внутренней, но в каких-то пиджаках была эта монетка, в каких-то нет, и мужчины стали ходить только в это ателье, только там одеваться, чтобы найти вот эту монетку там какую-то золотую, и от этого пошло вот сарафанное радио, это стало таким кейсом сарафанного радио по поводу вау-эффекта, вот, так же можно и с сертификатами делать. Да, я еще хочу добавить тоже, вообще, для чего, ну, когда вышли сертификаты, все запрашивали, я помню, такую фичу просмотры новостей, да, помните, сколько просмотрено, нам нужно узнать, пуш-уведомления, сколько человек посмотрело, я говорю, ну вот, сейчас сертификаты это видно, да, насколько твоя клиентская база вообще читает твои какие-то пуш-уведомления, чем не новость, я говорю, пишите картинки, кликабельные ссылки там тоже можно размещать, мы там вообще дальше пошли, в сертификате рассылаем ссылки других магазинов, сертификаты раздаем. 16 часов. Все слышали, да, 16 часов у меня, а я хочу рассказать, у меня самая большая клиентская база, больше 150 тысяч клиентов, это я как кейс показываю всем нашим другим клиентам, как, ну, пример, к чему нужно стремиться для того, чтобы потом раздавать бесплатно, вы можете хоть каждый день раздавать свои базы сертификаты, да, и смотреть, сколько человек посмотрело, какой оборот пришел, сейчас это вообще недавно появилось, доход какой пришел, какая скидка по сертификату прошла, сколько использовали клиентов сертификат, сколько истекло, да, и я вот сейчас смотрю, у меня последний вот такой сертификат, когда внутри своей базы раздали, 103128 раздало сертификатов, посмотрела 3517, использовала 4244, то есть сразу видно, что какая нецелевая, да, нецелевое использование было, оборот прошел на 8 миллионов 264, на неделю сертификат раздавался, перед 8 марта, это цветочный магазин, понятно, можно тут конечно говорить, да ну они бы так и так пришли, да, но я не могу об этом, никто не может мне гарантировать, а вдруг реально кого-то это простимулировало, ну и там цены конские, да, на 8 марта, от 100 рублей как бы плюс-минус, ну, скидка составила от оборота 8 миллионов 264, 5 процентов, ну, цветами они отдали, а в цветах своя маржинальность, да, но мы, когда я проговариваю с собственником, я говорю, смотрите, мы же еще по сертификатам, он говорит, дай, раздавай, и, ну, я, смотрите, конверсия, чем больше у вас будет клиентская база, тем больше раздается сертификатов, тем больше просмотренных сертификатов, тем больше используемых сертификатов, почему нужно расти, к оцифровке клиентской базы, поэтому я говорю, вот, понятно, для чего нужна стопроцентная транзакция по UDS, это чтобы в будущем своим же уже клиентам, своих же клиентов лоялить, возвращать, подогревать этим с речей, все, элементарно, оцифровка стопроцентная. полностью присоединяюсь к словам, тоже обучаем клиентов, еще раз говорим, вы создаете то сообщество свое клиентское, с которым вы сможете просто фантастически потом дальше работать, это, эти возможности вам дает наш продукт, сделайте, от вас вот минимально требуется, просто его создайте, то есть просто займитесь оцифровкой, по сути там, ну дальше же что, вот эти кнопочки, нажимать картинку, выложить и три слова написать, это же совсем, вот тоже кто-то говорит, вот нам там статистика какая-то по пуш-уведомлениям нужна, и да, это тоже желаемый, конечно, функционал, я думаю, когда-то он проработается, но я всегда задаю вопрос, как вы думаете, от чего зависит просмотр, то есть вот именно посмотрит вашу новость или от чего, ну как бы, от чего это зависит, и для чего, и для чего, а здесь всего два фактора, первое, от того, какое количество у вас в базе клиентов, первое, а второе, это от вашего контента, то есть от того заголовка, все просто, просто учитесь писать заголовки, все, там ясно, понятно, почитать можно книгу Максима Ильяхова, давайте вернемся к сертификатам, прошу прощения, у нас, я думаю, что многие ждут, когда мы ответим на вопрос по сертификатам, к оцифровке полностью присоединяюсь, это прям база, без этого никаких сертификатов работать не будут, пишу, я не буду сейчас пропускать вещи, на которые мы уже ответили, на которые ответили, нужна возможность дарить сертификаты, не один такой вопрос, несколько человек в этом написало, такая задача есть, но она пока не в приоритете, возможно, через какое-то время мы поймем, что с учетом новых реалий, с учетом того, что клиент может иметь несколько сертификатов на руках, у него появится возможность передаривать, может быть, эта задача станет более актуальной, когда-нибудь мы ее поднимем в приоритетах, пока она есть, но в краткосрочной перспективе это сделано не будет, идем дальше, все пишут про отдельный ремень сертификатов в начале вебинара, то, что мы уже анонсировали на будущее, запись обязательно будет, да, запись мы выложим совсем скоро, чтобы вы могли это отправить своим клиентам, в приложение кассир добавить инфо на речи сертификата у клиента, тоже, скорее всего, будет сделано, но пока непонятно, когда это будет сделано, схема, человек купил сертификат, подарил жене, супругу, другу, просто скинув ссылку, человек по ссылке переходит, если в приложении не скачивает, он его скачивает, подает клиентскую базу, получает сертификат, приветственный балл, это очень крутая история, очень понятная механика, когда-нибудь мы к этому придем, когда дата обновления, дата обновления 6 июня, совсем скоро будут все эти обновления по сертификатам, как при онлайн заказе, будут отражаться сертификаты для клиента, точно так же, как раньше, прямо сейчас уже есть возможность при оформлении заказа выбрать сертификат, списать его и таким образом получить скидку на заказ. И опять-таки, будет маленькое изменение, то, что можно теперь списать либо сертификат, либо баллы, только что-то одно. Так, в принципе, ничего не меняется тоже. Единая механика во всем, и при обычных оплатах, и при онлайн заказах либо списываем сертификат, либо списываем баллы. Соответственно, если сертификатов несколько, клиент сам выбирает, какой сертификат он хочет списать при заказе. Как привязать сертификат к определенной услуге или товару, речь о автоматизации, или только вручную, через персонал? Насколько я знаю, сейчас никаких сценарий по автоматизации нет с этим связан, только через какие-то скрипты, через персонал. Сергей, у меня вопрос, он может тоже кому-то быть интересен. Если клиент использовал сертификат, ну, к примеру, покупка 1000 рублей, сертификат 300 баллов, он оплачивает 700. На вот эти 700 у него начисляется кэшбэк? Кэшбэк начисляется на ту сумму, которую он заплатил деньгами. На остаток, да. На остаток, да. Хорошо. То есть при теперь выборе сертификата все равно тоже на остаточную сумму начисляется? Да. Хорошо. Можно ли настроить сертификат для тех, кто умеет рекомендовать своим друзьям, умеет, чтобы срабатывал после определенного количества рекомендаций? Это очень крутая механика, и поскольку наш один из фокусов, фокус одной из команд это автоматизация, я думаю, что мы такие скрипты тоже будем автоматизировать внутри UDS, чтобы в случае выполнения нескольких рекомендаций автоматически давал сертификат, и об этом, может быть, транслировать уже в новостях компании и так далее. Это реально, и я думаю, что это будет сделано тоже в среднесрочной перспективе, не вот прям в ближайшее время, но будет сделано. Еще вот тут вопрос про сертификаты по гендерному признаку, чтобы картинка и текст были удобнее подобрать. Но, во-первых, по фильтрам эта возможность есть, но там могут быть погрешности, потому что не все пользователи указывают пол, то есть, например, 30% мужчина, 30% женщина, а 40% вообще пол не указали, тогда вы этот сегмент вообще не достанете. Если хочется, если у вас сильно завязаны на гендерном, как бы, на гендерной философии ваш бизнес, то здесь я рекомендую сразу тогда использовать теги. И теги мужчины и женщины сразу присваивать, и чтобы тогда у вас гарантированно разделялась аудитория, и по тегам тоже давали сертификат. Там вопрос, наверное, больше был про балл на день рождения, то есть, рождение, но только один, да, он выдается автоматически, там сейчас такой возможности нет. Будем смотреть, будем думать. Непонятно, насколько это массовая история, что клиентам разного пола нужно дарить разные сертификаты с разным информлением. Будем смотреть по обратной связи. Марина Сайфина спрашивает, у каждого сертификата номер QR-единой относительно первого пункта. Смотрите, у каждого сертификата свой QR-код, причем он генерируется в момент открытия страницы сертификата. То есть, я перехожу на страницу сертификата, в этот момент UDS создает код, и этот код живет какое-то определенное количество времени. Этот, нельзя сделать скриншот, там отправить другого и так далее, потому что через несколько минут, насколько я помню, через 15 минут, этот код станет недействительным. То есть, история такая, что человек приходит на кассу, открывает код-сертификат, в этот момент QR-код как раз таки генерируется. Зачастую, получая сертификат по кросс-маркетингу, человек даже не знает, что у него есть сертификат в какой-то компании. Было бы очень круто, если бы при получении сертификата в моменте покупки приходило уведомление, поздравляем, вы получили сертификат в такой-то компании. Это есть, там, поправься мне, но, по-моему, сейчас пуш-ведомления приходят, когда ты получаешь, какой бы то ни было сертификат. Насколько я знаю, это уже сейчас работает. Если это не работает, значит, это ошибка, и мы это исправим. Кассир так и будет с литной баллой сертификата в кассире видеть. Это не очень. Смотрите, если клиент показал обычный код скидки, то кассир увидит только баллы и сможет списать только баллы. Если клиент показал на кассе код сертификата, кассир увидит только номинал сертификата и сможет списать только номинал сертификата. Теперь это работает так. Соответственно, у кассира не должно быть проблем каких-то с этим связанных. Уточнение. Если не полностью израсходовал сертификат, то остаток сгорит, как и раньше это было, да? Да, остаток сгорит. Теперь у клиента есть возможность осознанно подойти к этой истории. То есть он заходит на страницу сертификата, написано, что можно использовать только один раз. И он понимает, что он совершает покупку на 100 рублей, и у него сейчас используется сертификат на 1000 рублей. Да, многие знали, что раньше сначала первично списывались баллы по сертификату, а потом уже заходились в баллы клиента. Такое еще тоже уточнение для всех может быть интересным. Для меня лично важно понимать. Если клиент в конкретном, в ближайшей покупке выбрал баллы, сертификаты, которые были на руках у него, они все обнулятся и сгорят, или они продолжат действовать, просто он в следующем тогда покупкой может им воспользоваться? Он же их не трогал, они у него просто там как лежали, так и лежат. Все, пока у них там срок закончится. Отлично. Алексей Корнаухов спрашивает, а как делать, если приходят клиенты, хочется использовать условно три сертификата и пробить разными суммами три крупных покупки? Если отказать ему и сказать, пробиваем один сертификат на покупку, можно получить негатив. Что тут можно сделать? Мне кажется, здесь вот на усмотрение, наверное, там собственника, какие скрипты вы внедрите. Наверное, здесь вот Юлия СССР лучше скажет. Ну, мы уже сегодня об этом говорили, то есть, может, кто-то позже. Я смотрю, вопросы пошли те, которые мы проговаривали уже, значит, не сначала смотрели. А что касается, когда на руках у тебя несколько сертификатов, и ты приходишь, и у тебя еще и баллы даже есть. Представьте, у тебя три сертификата и баллы. Возьмем такой сценарий. Первое. Эту возможность вы сами допустили. Ну, как бы вы же выпустили то количество сертификатов, которое могло быть одновременно. Это как бы первый момент, значит, вы давали такую возможность этому сценарию. Окей, этот сценарий произошел, что как бы такое утопично, да, то есть, это вероятность небольшая. Клиент говорит, я вообще все, что у меня на руках, хочу потратить. Так как мы понимаем, что сейчас действуют правила списания тем процентом по бонусной программе, который стоит везде и для сертификатов, и для баллов, то мы понимаем, что если у вас 30 процентов списания, то у вас будет 4 чека, в котором клиент доплатил 70 процентов. Выгодно ли это вашему бизнесу? Я думаю, да. Когда клиент делает не одну покупку, а x4, да, ну, то есть, поэтому у меня здесь, я с удовольствием рассчитаю клиента и дам ему возможность потратить все, что есть, если у меня так запрограммировано, ну, то есть, я все предусмотрела. Да, здесь еще нужно всегда прописывать дополнительные условия по сертификату, да, проговаривать, чтобы персонал об этом тоже знал, да, какие, ну, вот, какие возможные варианты будут, что там один товар, и он хочет три сертификата. Я же поняла, один, а три крупные, но на три крупные покупки он и пусть списывает три сертификата, если вы раздали, да, ему. Так, и еще перед тем, как внутри базы раздавать, тоже прописывайте новость, что вы раздали, да, усиливайте эффект сертификата, и там тоже прописывайте условия, потому что не все проваливают, читают, а потом приходят и на кассе такие, меня обманули, да, все уже заранее должно быть прописано, что это вот уже было печатным и написано, не рукой. Да, мы со стороны разработки, с дизайнерами думаем о канках, может быть, нам показать, да, на странице компании возможность получить сертификат, что там сделай, чтобы автоматически писался красиво, сочно, сделай покупку на такую-то сумму, получи сертификат и так далее. Это тоже направление, в котором мы можем развиваться, в котором мы, скорее всего, будем развиваться, вот, но об этом, наверное, поговорим в следующих вебинарах. Вопрос к спикеру. Наш персональный менеджер сможет оказать помощь по настройке данного сертификата? Интегрирование с АА будет сделано? У нас есть техническая поддержка. Номер телефона вы можете увидеть в UDS Business в консоли. Вы всегда можете позвонить туда и задать вопрос. Ребята вам помогут, обязательно настроить сертификат, показать, как это работает, рассказать про какие-то кейсы, ответить на ваши вопросы, да, пожалуйста, звоните, мы только рады будем помочь. Интегрирование с АА, я, если честно, не понял, что это такое, может быть, Юлия Сек, вы знаете, что такое АА? Не знаю. Может, это какое-то название учетной системы, там, авто, что-нибудь. Еще здесь как раз в вопросе можно анонсировать, да, что персональных менеджеров уже нет. Есть колл-центр 8800, и там они будут отвечать. То есть уже в чатах не будет возможности общаться. А да, персональные менеджеры, они теперь там, то есть вы можете с ними же связаться просто по этому номеру телефона. В чатах, от чата отказались, потому что просто очень много запросов, мы хотим помочь всем, мы хотим ответить на все вопросы. Если уж будет какая-то ситуация, когда нужно будет прям действительно детальное вмешательство специалиста нашего, то, конечно, там будем искать какие-то каналы, но большинство вопросов можно решить по номеру телефона, поэтому заводите на горячую линию, всем вам знакомые ребята, которые раньше назывались персональным менеджерами, они там, и они готовы вам помочь, они готовы ответить на все ваши вопросы. Так что welcome, звоните. Я правильно понимаю, что по этому сертифику мы сможем следить за статистикой по месяцам, то есть выбрать период, посмотреть, как были себя именинники, скажем, в январе. Я вот сходу сейчас не могу придумать, как это можно посмотреть. Да, у меня был такой же вопрос. Вот мы выдали на день рождения сертификаты, они каждый день отправляются, потому что каждый день есть в базе именинники, да? Вот. Мы в разрезе какого периода эту статистику можем потом получать, то есть месяцы, недели, одного дня или заданного периода, допустим. Вот это уже интересно, конечно. Ну, смотрите, что можно сделать, наверное, то есть, насколько я помню, можно со страницы сертификата перейти в список клиентов, который отфильтрован по использованию сертификата. Есть такая возможность сейчас? Насколько я помню, есть. Давай. Сейчас скажу. Да. Вот, соответственно, из этих клиентов... Список, у кого истекшие сертификаты использованы, да. Мы сюда переходим, но у нас просто есть этот список. Мы как бы тут не видим статистику по выручке. Ну, да. Что можно сделать, наверное? Наверное, можно, если уж надо посмотреть такую статистику, их тегировать определенным тегом, да, потом перейти в раздел «Статистика» и там выразить статистику по этому тегу, посмотреть график покупок, посмотреть график посещений. Наверное, какие-то выводы это поможет сделать. Это вот единственное, что я могу сейчас предложить. Возможно, стоит эту задачу добавить к нам в бэклог, в очередь задачи и посмотреть, насколько она важна по количеству обращений. Давайте пойдем дальше. Было бы круто разделить, если подальше стресс-кадное одержание по гендерному признаку ответили. Так, если выбрать баллы, то статистики сгорания нет. Все правильно. Так, на что мы еще с вами не ответили? Ответили. Слушайте, кажется, мы практически на все с вами ответили, да? Я тоже вот еще вопрос. Ну вот мне кажется, это показатель того, что мы сейчас прям очень классный вебинар с вами провели, максимально детально проговорили о том, какие будут изменения. И лично мне было очень полезно узнать о том, как эти изменения могут использоваться. Мне кажется, что было бы здорово, чтобы у наших клиентов была какая-то база знаний о том, какими сценариями можно реализовать перед помощью сертификатов. Это задача для департамента продукта. Давайте мы с вами отдельно подумаем, как нам более прозрачно транслировать эти механики, чтобы все клиенты понимали, как с сертификатами можно работать. Так, если мы на какие-то вопросы не ответили, позже обязательно ответим. Список всех вопросов мы выгрузим, изучим, передадим разработчикам всем. Спасибо большое, СССР. У меня там просто вопросы задали, может ли персональный менеджер настроить сертификат. У меня такое немножко, что? Почему персональный менеджер будет настроить сертификат? Может быть, когда вот эти все обновления выйдут спустя какое-то время, мы можем таким же составом выйти и уже дать механике, как это делать. То есть уже на кейсах показать все возможные варианты уже с результатами, с какими-то фишками, лайфхаками. Ну, тогда уже будет предметный разговор. Да, мы, конечно, хотим, чтобы перс-менеджер помогал, чтобы техническая поддержка наша помогала в каких-то там консультуальных вопросах. Но если кому-то непонятно, как сделать базовые вещи, мы всегда готовы помочь. Ну, здесь давайте не путать. У меня есть страничка в Инстаграм и техническая поддержка Инстаграм. Но согласитесь, специалист технической поддержки Инстаграма вам контент не заливает. И сторисы вам не пили. Да-да-да. Да, просьба не злоупотреблять. Вот если вы… Ну, расскажите, как? Ну, делайте сами. Да, есть EBS Help, справочный центр, как делать сертификаты. Там прям тоже все по картинкам написано. Тут, наверное, Сереж, просто нужно напомнить о том, чтобы тогда под изменяющийся функционал у нас менялась справочная поддержка, которая вот есть там, чтобы это актуализировалось побыстрее. Пусть кто-то пишет, пусть пуша с грани сертификата за несколько дней. Так и есть. Сейчас все пуши приходят, и дальше это будет тоже работать. Ну, в общем, сегодня мы провели этот час, полтора почти. Почти полтора часа. Очень конкретного прикладного контента. Спасибо, ССЭК. Спасибо, Юля, за то, что пришли, поделились опытом. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Спасибо за то, что вы слушали. Я надеюсь, что у нас будет 100% конверсия в использовании, что все вы настроите сертификат на день рождения, будете использовать все новые возможности, а мы со стороны разработки будем смотреть на метрики, радоваться, как все больше и больше клиентов возвращаются в свои бизнесы и приносят прибыль от повторных покупок. Спасибо всем. Всем пока. Всем пока. Пока-пока.